Друзья, посетив недавно Петергоф и сделав выпуск про вообще весь Петергофский дворцовый комплекс, про все сады, фонтаны и сравнив Петергоф с Версалем, конечно, я находился и нахожусь под впечатлением. Это мой уже не первый выпуск про Петергоф. Если вы не смотрели про Петергоф, вот летний выпуск по ссылочке в описании к видео. И также там же будет Петергоф осенью, чтобы можно было вам посмотреть, сравнить. Пожалуйста, смотрите эти выпуски. Ну, после этих выпусков у меня появилось желание сделать отдельный ролик про самые грандиозные фонтаны в мире. Первые фонтаны появились в Древнем Египте и Месопотамии. О чем свидетельствуют изображения на древних надгробиях. Сперва они использовались для полива, выращиваемых культур и декоративных растений. Ну, в принципе, достаточно очевидно. Затем начали появляться фонтаны в Древнем Риме и изначально выполняли исключительно практическую функцию. В небольших резервуарах хоронили воду для питья или купания. Римляне также первые, кто начал украшать фонтаны. И эта традиция дошла и до наших дней. В наше время фонтаны выполняют декоративную функцию. А архитекторы, скульпторы и дизайнеры не устают удивлять своими различными креативными решениями в их оформлении. Некоторые из фонтанов попадают в Книгу рекордов Гиннесса. Первый фонтан в нашем списке это Пальмовый фонтан Дубаи, Арабские Эмираты. Это самый большой фонтан. Этот фонтан The Palm простирается на площади в 1335 квадратных метров и находится прямо в центре торгово-ресторанного комплекса The Point на искусственно созданном острове Пальма Джумейра. В Дубае вообще, честно говоря, любят все самое большое. Ну, отсюда, собственно говоря, и пошло название, ведь остров выполнен в виде пальмы. Фонтан поднимает воду вверх на 105 метров. Это не самый высокий фонтан в мире. И освещают его территорию 3000 фонарик. Музыкальные композиции, запровождающие игру строй фонтанов, варьируются от международных поп-хитов до классических произведений и восточной музыки Халиджи. Программа фонтана состоит из 23-минутных шоу, 5 из которых чередуются каждые полчаса с 19.00 до 24.00. Одной из необычных особенностей пальмового фонтана является то, что он использует морскую воду для циркуляции, не требуя дополнительных фильтраций и опреснения. Под номером 2 в нашем списке Беладжио, Лас-Вегас, США. Это самый красивый фонтан. С момента его открытия в 1998 году более 1200 струй воды очаровали миллионы людей, став идеальным местом для заключения браков в Лас-Вегасе. Шоу танцующих фонтанов начинается с какой-то мелодии, а в целом репертуар фонтана включает в себя 30 песен. Песни синхронизированы с танцами, подсветками и все там друг по другу подстраивается. Одна из самых любимых песен посетителей Time to say goodbye Андреа Бачелли. Фонтаны также исполняют музыку и песни из творчества Фрэнка Сенатора и Повороте, а также более современные хиты. Под номером 3 в списке грандиозных фонтанов Фонтан Треви в Риме, в Италии. Это самый роскошный фонтан, стал прекрасным местом для съемки самой известной сцены фильма «Сладкая жизнь» режиссера Федерико Феллини. Красота, да и только. Строительство фонтана Треви связано с именем папы Климента XII, который в 1732 году провел конкурс, в котором приняли участие крупнейшие художники того времени. Среди различных представителей проектов был выбран архитектор Никола Сальви, который и является создателем данного шедевра. Ну и, конечно, вообще весь центр Рима это один большой сплошной шедевр. Фонтан состоит из большого бассейна с широким обрывом, оживленным скульптурным изображением многочисленных растений и захватывающим потоком воды. В центре господствует статуя океана, он же Нептун, управляющая колесницей, запряженной лошадьми. Строительство было завершено Джузеппе Панини, который частично изменил проект, регулируя центральный бассейн. После реставрации в 1989-1991 годах последняя крупная реставрация произошла в 2014 году благодаря экономическому вкладу дома Фенди. Волшебный фонтан в Барселоне, в Испании. Это самый музыкальный фонтан. Волшебный фонтан или фонтан Манджуик это идея в футуристическом стиле каталонского архитектора Карлоса Буигаса. Или Буигаса. И воплощенная по случаю Всемирной выставки 1929 года, которая, однако, начала привлекать посетителей только с Олимпийских игр 1992 года. Когда тот предложил возвести фонтан к выставке, его идею не восприняли всерьез, ну как часто это и бывает. И считали, что за год создать такой фонтан нереально. Архитектора это не остановило и к работе было привлечено более 3000 людей, которые в конечном итоге соорудили фонтан даже меньше, чем за год. Вот это молодцы. В год фонтан Манджуик привлекает около 2,5 миллионов туристов. Сперва обслуживанием фонтана шоу занималось примерно 20 человек. Они регулировали подачу воды, а также следили за музыкой и светом. В дальнейшем эти процессы стали автоматизированы. Под номером 5. Жидо, Женева, Швейцария. Самый высокий фонтан и переводится буквально как струя воды. Высота струи воды достигает 140 метров в высоту. Это делает его видимым со всех уголков города. Ну, хотя городок сам небольшой. Кроме того, он и виден, если пролетать над городом на высоте около 10 тысяч метров. Это один из самых высоких фонтанов в мире и, безусловно, в Европе. Радужный фонтан. Мост Сеул, Южная Корея. Это самый длинный фонтан, признанный книгой рекордов Гиннеса. Его протяженность 1140 метров. Мост фонтана Радуги является основным. И расположился он в центре Сеула. Его построили над рекой Ханган, которая протекает через весь город и впадает в Желтое море. В сезон дождей другой мост Емсу целиком уходит под воду, поскольку уровень воды в реке становится выше. А нижний ярус моста расположен близко к линии берега. В такие моменты мост закрыт для пешеходов и велосипедистов. А вот фонтан Радуги, который построили прямо над мостом Емсу, решает эту проблему. Струи фонтана, расположенные по бокам моста, направляются вниз, а не вверх, как у других фонтанов. Вода поступает из реки Ханган и потом возвращается обратно в реку. А проходящая через фонтан вода очищается. С каждой стороны моста в воздух выбрасывается около 190 тонн воды в минуту. Фонтан работает 24 часа 7 дней в неделю. Сопровождается все это дело музыкой, а вечером, естественно, подсветкой, разными огоньками. Из-за множества оттенков, благодаря светодиодным прожекторам, мост и получил свое название Фонтан Радуги. Все просто. Номер 7 и фонтан богатства Сингапур. Самый большой фонтан на 1998 год. Фонтан богатства соорудили в 1995 году в одно время с Сантак Сити. Это торговый комплекс, где, собственно говоря, фонтан и расположился. Он был признан Книгой рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Бронзовое кольцо фонтана спроектировано на основе индуистской мандалы, которая представляет собой вселенную и является символическим представлением духа единства, а также символизирует равенство и гармонию всех рас и религий в Сингапуре. В определенное время дня фонтан выключается и посетителям предлагается трижды прогуляться вокруг мини-фонтана в центре его основания на удачу. В ночное время фонтан является местом проведения лазерных выступлений, а также живых песен. Фонтан изготовлен из кремниевой бронзы и состоит из круглого кольца с окружностью 66 метров, опирающегося на четыре больших наклонных колонн. Площадь основания фонтана составляет 1683 квадратных метра. В плане дизайна торговый комплекс Сантех представляет собой пять башенных блоков. Это пять пальцев левой руки, выходящие с земли. А фонтан, собственно говоря, это ладонь руки. Фонтан Сваровский, Избрук, Австрия. Самый блестящий фонтан. Этот уникальный фонтан был создан австрийским художником Андре Хелером. Расположен он у входа в Сваровский Кристал Борлдс, тематический парк известной компании Сваровский. Фонтан представляет из себя огромную голову со сверкающими глазами, изо рта которых лещит водопад. Согласно воображению его создателя, великан поселился здесь после долгого путешествия, вернув с собой самые драгоценные сокровища мира с намерением хранить их в своих чудесных покоях. Идея Андре Хелера заключалась в том, чтобы объединить блеск кристалла с искусством. И для реализации его видения он обратился к сотрудничеству к многим известным художникам, каждый из которых вложил в проект свою собственную интерпретацию с помощью картин, скульптур и инсталляций. Номер 9. Фонтан Лодка в Валенсии, в Испании. Пожалуй, самый романтичный фонтан в мире. Значит, он представляет собой парусник из воды и расположен недалеко от Плая де ла Малвероса. По внешнему виду он похож на простой парусник, в то время, когда приближаешься к нему больше, то вы становитесь свидетелем чуда. И из основной структуры вот этого всего дела, на самом деле, спускается водопад воды, который создает воображаемый парус. Кажется, будто бы он толкается к морю. Памятник стал одним из символов Исманского города и считается одной из главных достопримечательностей этого участка побережья. Номер 10. И 9 плавающих или летающих фонтанов. Осако, Япония. Это самый загадочный фонтан. Кажется, что эти современные фонтаны парят без какой-либо связи с землей или водой над искусственным озером. Создан фонтан был калифорнийским скульптором и ландшафтным архитектором, архитектором японского происхождения Исаму Нагучи для Экспо-70, первой всемирной выставки в Японии. Исаму Нагучи перенес идею фонтанов самостоятельно на совершенно новый уровень и сотворил эту невероятную скульптуру, композицию. Фонтаны в ней выглядят так, будто отталкиваются от земли мощной водной струей. Это была одна из крупнейших и лучших экспозиций, которые приняли участие в истории выставки с главной темой «Прогресс и гармония для человечества», где были продемонстрированы возможности современных технологий с целью создать основу для высокого качества жизни во всем мире. Друзья, у меня все. Если вам понравился данный выпуск, поставьте ему лайк, поделитесь этим видео с любителями путешествовать и увидимся в следующих роликах.